Летом нас особенно тянет к воде. Это происходит не только из-за желания освежиться и остыть от изнуряющей жары, но и потому, что плавание на открытой воде дарит нам массу положительных эмоций. Если вы не успели походить к лету, то поправить здоровье и фигуру можно уже на пляже или в бассейне. Зависит от того, где вы проводите солнечные дни. Вообще, плавание — это универсальный вид спорта, который подходит людям любого возраста — и грудничкам, детям, подросткам, взрослым и пожилым. Плавание в бассейне считается самым безопасным видом физической нагрузки по сравнению с другими, будь то кардио или силовые тренировки. Здесь риск травматизма сведен к минимуму. Плавание укрепляет сердечно-сосудистую систему, нагружает и развивает абсолютно все группы мышц. Еще один важный пункт — вода имеет успокаивающий эффект, поэтому плавание благоприятно влияет на нервную систему, помогает снять стресс и улучшить самочувствие. А еще плавание способствует высвобождению нейромедиаторов, влияющих на наше настроение — серотонина и эндорфина. Которые снижают уровень тревоги и улучшают эмоциональное состояние. Чтобы заняться плаванием, нужно совсем немного отправиться на отдых к ближайшему водоему, как только погода позволит, купить абонемент в бассейн или же построить его на своем участке. В начале 90-х россияне видели дома с бассейнами лишь в западных фильмах, поэтому считалось, что бассейн — признак роскоши. Сейчас делать бассейн во дворе не проблема. Вот об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем в студии Дмитрий Овчинников, директор компании «Бассейн-стройсервис». Доброе утро, Дмитрий Павлович. Доброе утро, Дмитрий Павлович. Правда ли бассейны стали намного популярнее за последнее время? И с чем это можно связать, если отталкиваться от вашего опыта? Ну, если мы вспомним еще даже фотографии прошлых лет, тот же самый Хабаровский пляж взять. То есть все отдыхали же только практически на пляжах. То есть это вот буквально даже до начала 2000-х. Ну, слово «бассейн» ассоциировалось с чем-то, ну, это либо спортивные какие-то соревнования, либо, если это в частном варианте, это что-то неприлично дорогое, ну, либо это не про нашу страну. То есть, ну, антропогенный фактор у нас очень сильно сыграл. Все мы помним, да, как нас стали выгонять эфенольные пятна, потихонечку люди стали меньше купаться по муре, больше стало. Ну, плюс более стабильная стала ситуация, люди, в конце концов, стали больше зарабатывать, более цивилизованно стали подходить. Что такое цивилизованный человек? Человек, который заботится, в первую очередь, о своем здоровье. Поэтому купаться в бассейне, ну, стало на сегодняшний день точно так же, как пользоваться влажными салфетками. То есть это одно. И вообще пандемия, как раз, тоже сделала свою роль, когда люди ушли в идеальную жизнь строительства, бассейны стали строить. Но у нас когда появились вообще бассейны частные, вот такие первые в регионе? Да, все, что я вам, в принципе, выше и сказал, только, ну, в задержке где-то, ну, 4-5 лет по сравнению с западом. То есть там как-то это более раньше все началось. У нас здесь просто единственная, есть своя особенность. То есть я вот смотрю, по сравнению с западными, наши заказчики строят более основательно, как-то более, ну, подходят к этому капитально. То есть мощный, прочный и дальневосточный, это, кстати, и про наши бассейны в том числе. Потому что вот по сравнению с западом как-то попроще относятся, как ко всему прочему. Ну вот давайте тогда обратимся к такому моменту, как система очистки воды, которая находится в бассейне. Все-таки вода, получается, стоит. И не хотелось бы, чтобы, тем более, если там разные люди купаются, иногда возникает вот такая брезгливость и ощущение, что вода может быть не совсем чистой. Какие методы системы на сегодняшний день используются? Если мы говорим про общественные какие-то места, про общественные бассейны, то есть, ну, хлорировали, и будем хлорировать, ничего с этим мы не поделаем. Потому что если мы говорим про общественные места, общественные бассейны, они же, там очень серьезные требования предъявляются к ним. То есть, они не выдуманы, это регламентируется определенными санпином, то есть, сейчас вот СПшка вышла новая в 21-м году, но они практически все основные положения с 85-го года, они не изменились. То есть, если мы берем и несем пробу в санэпидемстанцию, то основной показатель, который там смотрит, это наличие остаточного хлора. То есть, в любом случае, в общественные бассейны, если он в пределах нормы, которые вот в этом своде правил, никакую заразу вы не подцепите, не переживайте. Главное, чтобы, ну, автоматика, фильтрация все это поддерживалась на уровне. Можно уточнить, вот есть бассейн детский, есть бассейн взрослый, и между ними есть разница, какие они там по той же самой воде, например, по его качеству? Ну, да, конечно, в первую очередь детишке что? Это разница по температуре. То есть, есть для грудничков там вообще температура 32, а там для детей до 7 лет это температура 29-30. Там целая таблица, мы туда обедом можем просидеть. Также по глубине, то есть там от 0,6, 0,9, там по назначению. Это для обучения плаванию, это может быть просто для водно-оздоровительных процедур. Там более такие параметры меньше, чем для взрослого бассейна в плане дезинфекции, но там оборот воды больше, поэтому он компенсирует. Поэтому в этом плане все продумано. Вот тем, кто хочет построить бассейн на своем участке или на даче, куда им обратиться и с чего вообще начать этот процесс? Я рекомендую в первую очередь идти к специалистам. Просто я хочу всем сказать, что ни один интернет не сядет, не выслушает вас и не даст рекомендации по тому, какой лучше форму вам сделать, какой лучше глубины, какой тип оборудования подобрать, какие диаметры там подводящих трубопроводов, отводящей воды, суммарные электрические нагрузки, размер технического помещения. Но там нюансов очень много. Ни один интернет вам эту информацию не выдаст. Там только подготовок очень много. Половина – это только подготовки идут к строительству. Все очень индивидуально, да? Я так понимаю, в идеале, конечно, озадачиваться этим, когда еще все на стадии строительства, когда уже все устаканилось и когда участок полностью готов, сложнее установить бассейн, построить. Ну да. То есть, когда люди приходят, я говорю, а вот это вот где будет располагаться? Ой, мне что-то не подумали. А давайте подведем. Ой, у меня уже все фасадом обшито. А у меня там уже забетонирована брусчатка. Там все. Уже поздно. А вообще сколько времени занимает строительство? Ну, в среднем, там, плюс-минус. Ну, если мы говорим, стационарный бассейн – это сезон. У нас был рекорд 45 дней. Ух ты. 45 дней – это 5 на 2,5 стационарный бассейн. Ну, там сложились просто у нас обстоятельства. Так что и погода нам благоварила. Часть оборудования была. Была строительная бригада свободная. Как-то все так совпало. Но в целом это сезон. Это сезон. А заранее как-то готовиться нужно к постройке бассейна? Или как это происходит? Я вам так скажу, что телегу, да, лучше зимой готовить. Вот те объекты, которые мы именно сейчас ведем, уже строим в полной мере, это люди, которые пришли ко мне в феврале-марте. То есть мы все проговорили. Я им дал свои там технические задания, они там работают. Мы подготавливаем оборудование, оно идет. То есть если человек пришел ко мне, и там у нас через неделю будет жара, и сказал, я хочу купаться послезавтра, ну, к сожалению, ему скажу, что, ну, дай бог, в конце сезона, и дай бог этого. Потому что, ну, очень много подготовок. Все нужно, да, заранее проговорить, и это все не быстро делается. Спасибо большое. Все очень вдумчиво, подробно объяснили, стало как раз понятнее. Ну и самое главное, теперь наши телезрители знают, куда обращаться за профессиональной помощью. Спасибо большое. В гостях был Дмитрий Овчинников, директор компании «Бассейн-Стройсервис».